Мир Божий, братья и сёстры, тема проповеди сегодня — восхищение церкви как тайна. Сразу зачитаю 1 Коринфянам 15, 51-52. «Говорю вам тайну, не все мы умрём, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мёртвые воскреснут неекленными, а мы изменимся». Мало кто обращает внимание, братья и сёстры, что апостол Павел говорит им, что то, что я вам сейчас открываю за восхищение церкви, это является тайной. Послание Коринфянам написано в 50-х годах после рождения Иисуса Христа, наиболее точная дата — 55-й год, первая Фессалоникийца, где тоже говорит уже апостол Павел о восхищении церкви, это приблизительно тоже 50-е годы. Мы отчётливо должны понимать, братья и сёстры, просто обратите на это внимание, что когда апостол Павел говорит, «Ибо я говорю вам тайну», то есть до того, как апостол Павел им говорит о восхищении церкви, «об этом никому из людей не было сказано и никем не было сказано». При земной жизни Иисуса Христа, Господом Иисусом Христом, не открыта эта тайна восхищения церкви. Ни пророком ветхозаветным, ни уже в Новом Завете, до апостола Павла, скажем так, 20 лет уже после того, как Господь Иисус Христос был распят и воскрес и тогда восхитился, то 20 лет после этого события, даже более 20 лет, но приблизительно 20 лет, это было тайной именно вопрос восхищения церкви. А воскресение мёртвых знали. Посмотрим, что именно тайна. То есть, говорю вам тайну. Ещё раз напоминаю, что о воскресении мёртвых знали. Но знали тоже так, что при кончине века, в конце, в конце, но именно чего не знали? Именно то, что оказывается, что и живые изменятся, преобразятся, и что будет время, когда и мёртвые воскреснут, и живые изменятся. Понятно, что это все святые, и бодрствующие. И они вместе восхищены будут к Иисусу Христу на облаке. Поэтому должны чуть ли понимать, братья и сёстры, что когда описывается в Евангелиях и Матвей, и Марка, и Луки, хотя они тоже написаны в 50-е и 60-е годы, но они рассказывают о событиях земной жизни Иисуса Христа. Передают Его слова, которые Он передавал, ещё будучи на земле. И, конечно же, если бы Он это уже открыл, а до апостола Павла уже проповедовали Евангелие апостолы, которые ходили с Господом Иисусом Христом, и Пётр, и Иоанн, и Яков, и другие апостолы, понятно, что это не было бы тайной. Поэтому мы чуть ли понимаем, что о конкретном вопросе восхищения Церкви стало известно только с момента, когда об этом им начал говорить апостол Павел, ему было открыто. Или это, он говорит тоже, словом Господнем, мне сказано, или это когда Он был на третьем небе, или когда Он имел встречу непосредственно с Иисусом Христом уже на земле. Мы не можем это сказать точно. Но то, что Он бы, я уверен, будучи мужем Божьим, столбом Церкви, очень ответственным мужем Божьим, сильным, духовным, Он бы не дерезнул сказать то, назвать тайной то, что уже было известно до Него. Свою роду даже как бы обокрасть апостолов, которые бы сказали до Него о восхищении Церкви, а Он, как бы беря их информацию, выдает за Свою. И говорит, что это впервые, я вам говорю. Конечно же, апостол Павел такого не мог сказать. Поэтому поймите, поймите, что именно вопрос восхищения Церкви конкретно, отчетливо раскрывается только апостолом Павлом. позже, позже, возможно, этот вопрос уже был проповедан, понимался более понятно, тем более откровение, когда было уже написано. Но до этого, до этого, потому что, вот некоторые смущаются, читают Матвея, например, 24 главу. Говорят, что вот там о восхищении Церкви горится. Опять-таки, рекомендовал бы смотреть на этом канале проповеди, духовное расследование. Нет, братья и сёстры, нет, надо отчетливо понимать, что там, вот в Матвее, когда мы читаем, в начале 24 главы, там сказано отчетливо, что какой вопрос, когда это будет признак твоего пришествия и кончины века. То есть, там отчетливо он рассказывает своего рода историю будущего. Израильского народа он рассказывает им о разрушении храма, о тех бедствиях, которые произошли в 70-м году после рождения Иисуса Христа. И как бы в целом, в целом, он говорит о кончине века. Но там не говорится конкретно о восхищении Церкви. Поэтому не надо, братья и сёстры, как бы смешивать вот это. Это было тайно, поймите, тайно. Не было открыто, поймите, не было открыто ещё до апостола Павла именно вопрос восхищения Церкви. Отчётливо, конкретно, как уже рассказывает апостол Павел. И время, и что будет это совместно, что одни преобразатся, живые, святые, и что вместе с теми, которые воскреснут, и вместе будут восхищены именно на облако. Поймите, потому что второе пришествие на землю, когда приходит Иисус Христос, он приходит уже на землю, становится своими ногами. Это встреча на облаках, это есть разница. Это была тайна, поймите, это тайна открыта Церкви. Я зачитаю вам места с Писанием, чтобы вы понимали, что это воля Господня, Он считает, когда нужно открывать те или иные тайны, то есть в то или иное время. Даниил 12, 4. «А ты, Даниил, скрой слова сии, запечатай книгу с виду последнего времени, многие прочитают ее и умножатся в ведении». Откровение Иоанна, 5, 1. «И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями. И я увидел, что Агнец Иоанна, 6, 1. Откровение, снял первые семи печатели, и услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громым голосом, «Иди и смотри». Далее мы читаем еще Откровение Иоанна, 10, 3, 4. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда семь громов прогорели голосами своими. И когда семь громов прогорели голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос небогорящий мне, «Скрой, что горели семь громов, и не пиши сего». То есть мы отчетливо понимаем, братья и сестры. В Даниила сказано, запечатай книгу о последнее время. В Откровении говорится уже, что пришло время Откровения Иоанна, когда было написано, это 96-й год, приблизительно после рождения Иисуса Христа, книгу уже открыто распечатано Агнецем, Господом Иисусом Христом. То есть тогда закрыта была вот эта информация в последнее время. А сейчас открыто для нас. Но ещё существует некая тайна, что прогорели семь громов. Понимаете? Здесь чуть ли мы видим, что существует время, когда Господь, это не значит, что Господь, может, не знал этой информации. Нет, это просто означает то, что есть на то воля Господня, когда что открывать народу Божьему. Поймите. И если сказано было, опять-таки, надо тоже различать, когда говорится о истории израильской народа и истории в целом, например, церкви. А именно в Англии Матвея там чуть ли говорится именно о истории Израиля, братья и сёстры. И только вскользь говорится о конце времени, что мы можем что-то оттуда взять, но надо очень сильно просеивать, а не буквально брать и налаживать то на восхищение церкви, просто восхищение церкви. Потому что многие соблазняются и говорят, после скорби тех дней явится Господь. Какой скорби, братья и сёстры? Это говорилось о скорби, во-первых, для израильского народа. Опять-таки, просмотрите проповедь духовного расследования. И это было великая скорби именно когда было разрушение храма израильского. И то было великая скорби для израильского народа, а не в целом какая будет великая скорбь, которая придёт на всю Вселенную. Здесь надо различать. И там только вскользь говорится о кончине века. А кончина века имеется в виду в кончине века, конечно, будет и восхищение церкви. После этого будет великая скорбь. это тоже кончина века, это тоже конец века. И приход уже непосредственно Господа на землю уже. Да и тысячелетнее царство, это тоже уже в конце времени. Понимаете, братья и сёстры? Поэтому надо отчётливо понимать, что есть на то воля Господня, когда открыть вот эту тайну. Вот эта тайна была в восхищении церкви, открыта в 50-е годы через апостола Павла. До этого о восхищении церкви, это было закрыто. Иначе Павел не говорил, это тайна. Поэтому надо отчётливо понимать и читать вот те места в Писании, которые говорятся в Евангелиях, о конце времени. Надо отчётливо понимать, что там ещё не открывается тайна восхищения. Или, по крайней мере, в полной мере мы не можем там просмотреть. А надо пересечь, может, что-то там чуть-чуть, что-то сказано или косно как-то, говорится о восхищении церкви. А уже конкретно раскрывают о восхищении церкви. Апостол Павел в этом послании Коринфянам 15, 51-52, 1 Фессалоникинцам 4 глава, говорится там тоже о восхищении церкви. До этого это было тайно. Это надо брать во внимание. И вот с этой точки зрения смотрите уже и на те места в Писании, которые говорят о конце времени, уже в Евангелиях. Потому что тогда ещё не открыто тайное восхищение, братья и сёстры. Кто-то может сказать, ну может, это тайно было только для Фессалоникинца, для Коринфянской церкви. А для других нет, братья и сёстры. Нет, конечно же. Если бы это было раскрыто для других, то не мог бы сказать апостол Павел, что это тайно только для вас. Почему? Потому что рукописи, они передавались, они ставали буквально за год-два, передавались. Известно, то, что написано к Фессалоникинцам, например, читали и другие церкви. Также и Коринфянам читали другие церкви. Вот я вам зачитаю послание Колоссянам 4, 16. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладокийской церкви, а то, которое в Ладокии, прочитаете и вы». То есть мы видим послание Колоссянам, «Передайте в Ладокийскую церковь», что в Ладокийской церкви прочитайте вам. То есть эти послания не передавались, и они были назидательны для всех церков. Понимаете? Поэтому говорите то, что это, наверное, тайно только для фессалоникийцев или для Коринфян. Нет, это не отвечает Слову Божьему. Но апостол Павел, ещё раз говорю, это очень ответственный, сильнейший муж Божий, и, конечно, он бы не мог просто говорить такие слова «тайно», если это не было бы тайной. Это была тайна до 50-го года о восхищении церкви. Поэтому всё, что говорилось ещё до 50-го года, надо, ещё раз говорю, брать, просеять через призму того, что это тайна. То есть там мы не можем брать всё, что касается восхищения церкви, если говорится о конце времени. Потому что, ещё раз говорю, там ещё не было открыто конкретно о восхищении церкви, о том, что и живые изменимся, и это будет вместе с мёртвыми, воскресением мёртвых, и что они будут подняты именно на облако. Поэтому, конечно, многие знали, что конец времени будет, будет второй приход Иисуса Христа на землю. Это было известно ещё до, конечно же, до вот этой тайны восхищения церкви. И историю, которую рассказывает Господь Иисус, что будет происходить. Конечно же, и надо будет пройти великую скорбь. Это 70-й год для Израиля, вот эта оригинальная великая скорбь. И кроме того, надо будет пройти ещё великая скорбь, которая будет во всей Вселенной. Конечно же, это застанет израильского народа. Но не церковь, братья и сёстры. Я имею в виду вот эти бодрствующие святой народы. Да благословит вас Господь, братья и сёстры. Подписывайтесь на канал. Для меня важно ваше взаимное вот такое общение. И кроме того, просматривайте плейлист, кого особенно интересует вопрос восхищения церкви. Кроме того, если Господу будет угодно, есть планы, братья и сёстры. Поэтому следите за каналом. Ещё не одна проповедь, я думаю, будет. И вопрос, который касается восхищения церкви. И вопрос о, кто такие 24 старца. И что является Днём Господним. Потому что всё смешано вместе. Восхищение церкви, Второе пришествие, День Господень. Всё вместе. Надо всё отчётливо разделять. И целый ряд других вопросов. Который касается восхищения церкви. Кроме того, ещё раз говорю, смотрите вопрос, который рассмотрен 20 причин скорбного восхищения церкви. Очень важен вопрос, братья и сёстры. Потому что он даёт нам дополнительный сирозный стимул готовиться именно бодрствовать велико. Потому что восхищение очень быстро. И оно пройдёт неожиданно. Поэтому надо особенно бодрствовать. И, конечно, очень важно понимать, что восхищение будет до великой скорби. Аминь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова